Разминка, легкие упражнения, гимнастика, без музыки, на счет. Так начинается тренировка будущих участников молодежного светского бала. Репетируют недавно, пока занятия ознакомительные. В этом году в Центре культуры отдыха состоится юбилейное пятое торжество. Поучаствуют 40 пар в вечерних нарядах, исполнят исторические танцы. Раут запланирован тематический – бал «Маскарад». Мы взяли широкий диапазон танцев, начиная от средневековья. Это бранли, хороводные танцы. И заканчивая концом XIX века – это всякие различные вальсы. Помимо этого мы изучили много контрдансов. Это английские танцы, которые были очень популярны в светском обществе. Ну и как же обойтись без полек, гранд марша и других интересных кадрилей. Участников разбивают по парам. Кавалеров, как всегда, не хватает. Но это не беда, рассказывают организаторы. К декабрю желающих станет больше. От потенциальных участников костюмированного бала нет отбоя. Мы ориентируемся на молодежь возраста 14-30 лет. Однако у нас есть и школьники, и студенты, и есть ребята, которые уже закончили быть студентами, которые уже работают. Мы рады всем на этом мероприятии. Считаем, что к такому прекрасному могут прикоснуться все желающие. У большинства нет ни хореографического образования, ни какой бы то ни было танцевальной подготовки. Только энтузиазм. А программа сложная. Только король танцев – вальс, чего стоит. Тем не менее, научить обещают всех. Пары месяцев хватит, и чтобы выучить движения, и отточить их до автоматизма. Если даже они придут на первое занятие, и у них не будет что-то получаться, мы никогда не скрываем, просим, чтобы подходить к нам, мы сразу все поможем и все объясним. То есть, если что-то не получается в вальсе, показываем шаги, показываем упражнения, чтобы они могли потихоньку выйти на тот уровень, которым мы занимаемся. В школе соседи по партии после партнеры по танцу. Галя и Женя танцуют английский контрданс. Версия и музыка из фильма «Эмма» снятого под наименному произведению Джей Ностин. Меня привлекает очень дружелюбная, приятная атмосфера, интересные танцы, история танцев. Потому что по ходу занятий нам рассказывают немного о том, в какой стране и в какое время эти танцы были созданы. Я представляю такое позднее средневековье, очень солнечную поляну и танцы на какой-то праздник. Ребята посещают занятия второй год, стараются совмещать сроками в школе и подготовкой к ЕГЭ. Свою дальнейшую жизнь не планируют связывать ни с танцами, ни с литературой, ни с историей. Здесь просто отдыхают душой. Были сложности найти костюм, то есть у нас всех не хватает костюмов, поскольку прокат у нас только в музыкальном театре есть или в свадебных салонах, но они очень дорогие. Поэтому пришлось взять свой костюм из выпускного. Проблема с костюмами актуальна для большинства присутствующих и отпугивает желающих поучаствовать в баре. Важным условием считается соблюдение этикета. Дамы в платьях полной длины, мужчины обязательно в костюмах и перчатках. Наряды в стиле ампир, кринолины и тюрнюры многие шьют сами или заказывают профессиональным портным. В этом году для участников сделали небольшие поблажки. Будут разрешены костюмы практически любых эпох. От средневековья до барокко, до кринолинов. Вот единственное, что соблюдать бальный этикет. Это красивые прически, перчатки. В общем, чтобы все было как будто этот маскарад проводится в 19 веке, а не в 21. На занятиях участникам объясняют этикет эпохи балов. Кавалеры должны вести себя выдержанно, ухаживать за дамами, общаться высокопарно и уважительно. Никакого сленга. Гаджетами во время занятий и бала пользоваться нельзя. Погружение в эпоху полное. Когда танцуешься с партнером, особенно которого ты долго знаешь, которого ты чувствуешь, ты наполняешься очень приятными эмоциями и чувствами. Для меня это была возможность окнуваться в эпоху, представить себя какой-нибудь графиней и вжиться в эту роль. У любителей культуры и юных эстетов еще есть возможность стать частью маскарада этого года. Репетиции продолжаются. Бал запланирован на 23 декабря. Но светская сказка не закончится новогодним шоу. Балы будут продолжаться. Такой же масштабный раут организуют на День города 2016. В планах летние площадки для бальных танцев. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.